Аллилуйя, дорогие друзья, телезрители, я приветствую вас, каждого, кто здесь, каждого, кто там, пусть вас Бог благословит. И знаете что, уходящем в старом году, пусть вас Господь укрепит, поддержит, подведите итоги, и знаете что, войдите в Новый год вместе с верой в Иисуса Христа, что все будет по-новому, что многие вещи, которые не работали, заработают. И знаете что, Господь это тот, кто творит все новое. Мы думаем, почему так каждый раз, вот Новый год, да, вроде, вот мы сейчас празднуем, да, уже через некоторое время он станет старым годом, 18-й год тоже станет старым годом, и мы будем желать друг другу, знаете, хорошего конца старого года. Ну так эстонцы говорят. Я вот что-то знаю по-эстонски. Почему мы так вот желаем? А потому что так Господь запланировал, чтобы постоянно нас удивлять новым. Вы представляете, если Господь сотворит новое, и вот это новое будет вечность. Вы представляете? А Господь так хочет, сотворить новое, а потом Он творит новое еще, и потом еще творит новое. И написано, что Господь творит все новое, все новое. Поэтому не мешайте Господу в вашей жизни творить все новое. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Также хочу поблагодарить за ваши поддержки, за вашу молитву, за вашу финансовую помощь. Пусть Господь вас даст вам. И знаете, что если у вас есть на сердце жертвовать на работу Божию, жертвовать финансово, молиться, поддерживать, делайте это, потому что это благоугодно Богу. Вы развиваете Божье дело. Итак, тема проповеди будет называться «Сверхъестественный улов». Мы будем читать местописание. Это от Луки, 5 глава, с 1 стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились, всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним. От этого лова рыб, ими пойманных, также и Якова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человека». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Мы видим здесь в этой истории потрясающий успех, успех, который не укладывается в жизни человека. Никто такого раньше не мог делать. Мы такого не видим, чтобы такое раньше вообще происходило, чтобы человек поймал столько много рыбы. Может быть, у них и бывалась, знаете, рыба в сетях, но столько никогда не было. И ведь, посмотрите, это были рыболовы, это были рыбаки, это были люди, которые умели ловить рыбу. Они знали погоду, давление, они знали все методы. Но всю ночь они ловили и ничего не поймали. Ничего не поймали. Ничего, кроме невыспанного, плохого настроения у них не было. Есть естественный, обычный улов. Он отталкивается от нашего умения, от наших талантов, от наших даров. И если вдруг этого недостаточно, тогда мы остаемся ни с чем. А есть сверхъестественный улов. И вы знаете что? Давайте не будем сегодня рассматривать ту далекую историю, которая была 2000 лет назад. Сегодня Иисус тот же самый. И Он также с нами хочет работать. Потому что у Иисуса не закончились ученики, Он их поднимает, Он их обучает. И сегодняшнее слово о сверхъестественном улове, я верю, что для кого-то особенно прозвучит. Кто-то ожидает, вот знаете, движения какого-то в жизни, прорыва ожидает. Что-то, знаете, чтобы пошло увеличение, чтобы стрелка поднялась выше нуля. И это слово для тебя, если ты сегодня жаждешь, то ты получишь некоторые инструкции для чуда своего. И знаете, чтобы чудо произошло, нужно выполнить ряд инструкций. Чудо не появляется само по себе. Оно не падает просто так на нас. Чем отличается обычный улов от сверхъестественного? Сверхъестественный улов никогда не может попасть в рамки. Он непредсказуем. Его невозможно, знаете, спроектировать. Конечно, когда мы говорим, что если ряд этих, сделать функций, да, ряд требований, ты получишь это чудо. Но мы видим, что Петр, он даже не ожидал этого чуда. Он приложил все усилия. И он хотел. Это была его работа, это был его заработок. И там ничего не было. Там была пустота. Сверхъестественный улов – это чудо, превосходящее любое наше представление. Если мы верим в Иисуса спокойно, и в нашей жизни ничего не происходит, то знайте, что так не должно быть. Должно что-то происходить. Господь хочет нас удивлять. Я вам скажу, что когда Иисус приходит реально в жизнь человека, Он его удивляет. Он его восхищает. И мы здесь даже видим больше, что Симон, он пришел в ужас. Его ученики пришли в ужас. Не от того, что Иисус напугал их, а то, что напугало их – это чудо. Оно стало таким невероятным. Они это видят и объяснить это не могут. Они, рыбаки, они понимают, что такого не бывает. А Иисус им говорит, что бывает, и будет еще больше. Для чего нужен сверхъестественный улов? Каждому из нас в жизни, в нашей сфере, нужен сверхъестественное чудо. Сверхъестественный улов. Может быть, ты не рыбак, может быть, ты занят какой-то другой работой, но Бог тебя может благосоединить на работе, потому что здесь мы видим, что Иисус пришел на рабочее место к Симону. Может, кто-то работает в каком-то ресторане, и ты думаешь, вот я официантка или официант. И какое здесь может быть чудо? Слушайте, стюардессы становятся принцессами. Знаете, такие чудеса тоже происходят. Есть люди, которые ничего не значили и стали. Это потому что время и случай. И знаете, что Иисус, не важно, где ты находишься, важно, позволишь ли ты Иисусу войти в твое рабочее место, в твою лодку. Потому что Петр не знал, что в этот день произойдет чудо. Он не ожидал этого чуда. Но вы знаете, что Иисус никогда в долгу не остается. Если ты искренне позволяешь Иисусу действовать в твоей жизни, Он всегда вознаграждает. Как в Библии написано в притчах, дающий бедному дает взаймы Богу. Бог на свой счет это записывает. Если ты дал взаймы Богу, представь, что неужели Бог на тебе будет думать, где же взять, как же вернуть. Бог благословит. И мы видим, что Иисус попросился в лодку Симона, и Он проповедовал. Вы знаете, может это не был совсем подходящий момент для Симона, потому что Он всю ночь ловил. Представляете, всю ночь работать? Всю ночь работать. Вы видели человека, который работал 8 часов в день? Он приходит, его не трогайте, Он хочет отдохнуть, покушать, душ принять, все, не трогайте, дайте мне часик отдохнуть. Здесь человек всю ночь работал. Всю ночь. И наутро он хотел бы спать, но они после этой работы моют сети. Все, что они поймали, это грязь, это тину, ил. Иисус приходит и просит послужить. И вы знаете, что? Петр мог бы сказать, слушай, Иисус, давай не сегодня. Да я устал, я хочу поспать. Знаете, многие люди закрываются для Иисуса. Когда Иисус приходит, они закрываются, они находят извинения. Но написано, что Петр впустил Иисуса туда, в свою лодку. Это не была лодка Иисуса. Иисус попросил. Он говорит, отплыви от берега. И он стал, он отплыл, он сделал то, что Иисус сказал. И он стал учить людей. Иисус всегда с собой имел сюрпризы. После каждого служения, вот я хотел бы, чтобы в нашем собрании, в наших церквях, в христианских кругах, везде, чтобы на каждом собрании Господь какие-то сюрпризы проявлял дальше. И чтобы мы не делали замену Ему. Чтобы мы не то, что сами фокусы какие-то вытворяли. Знаете, что после собрания вас ждет подарочек какой-то там или что-то еще. Чтобы сам Бог мог продолжать это делать. И вы знаете, что Иисус имел сюрприз для Петра. И он отблагодарил его. И он не просто его отблагодарил. Вы знаете, что рыба это одно. Успех сверхъестественный это одно. Это круто. Это, знаете, это финансы. Бог благословил его в финансах. Потому что две лодки рыбы продай, сколько это денег будет. Представь. Это же их работа. Это их бизнес был. Их бизнес. Благодаря одному послушанию все. И Иаков, и Иоанн получили благословение. Все. Бог хочет тебя финансово благословить. В финансовой сфере. Он хочет сюрпризы для тебя сделать. Но, прежде всего, Он хочет тебе открыться, кто Он. Чтобы ты доверял Ему. Даже в те моменты, когда не происходят чудеса. И когда нету сверхъестественного улова. Чтобы ты продолжал верить, что Иисус это великий, сверхъестественный, могущественный Бог. Это не один из богов. Это единственный. В конце этого рассказа мы читаем очень интересное предложение. И вытащив обе лодки на берег, смотрите, они тонули. Но чудо было еще во втором, что их вытащили. Я думаю, что никогда у них не было в практике вытаскивать обе лодки наполненные на берег. Знаете, одно слово «вытащить лодку». Чуть-чуть рыбы наполнено, знаете, там пять рыбешек. Вот. Спокойно ее вытаскиваешь. А здесь ее просто невозможно было вытащить. Рыбу, наверное, кидали из лодки. И смотрите, что дальше. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Почему последовали? И почему оставили? Почему? Потому что в жизни верующего маленький успех мешает большему. Маленькое чудо затмевает более большее. Мы на чем-то любим останавливаться. И также и пробуждение, которое действует Дух, делает Дух Святой, совершает Бог сегодня, в наши дни. Вот были, в истории были пробуждения. Люди довольствуются этим, регистрируют это, останавливаются, знаете, делают авторские права, делают себе имя. И все. И Вавилонская башня готова, чтобы никуда не идти, чтобы не рассеяться. Но задача Господа, чтобы маленький успех в нашей жизни, это я как бы уже забежал наперед, не остановил нас от большего успеха. И знаете, больший успех – это не четыре наполненные лодки. Вы знаете, мы думаем, маленький успех – это две наполненные лодки. А это не в прогрессии чудо, успех в нашей жизни, что мы будем следовать за Иисусом. Ты можешь остаться с этой рыбой, продать ее, всю съесть и хорошо провести время со своими детьми, семьей, но Иисус уже ушел. Ты был призван следовать за Ним, следовать за Ним. И ты пропустил. Ведь маленькое чудо тебя удержало от большего. А Иисус – это самое большое чудо. Если у нас будет с Иисусом личное общение, вот это самое потрясающее чудо. Потому что ты не можешь заказать у Иисуса. Господь, я хочу сверхъестественный улов, пожалуйста, сделай его. Нет. Ты искренне служи, искренне Господу. Господь тебе сам совершит это чудо. Потому что Петр не просил Иисуса это делать, Иисус сам это сделал. Интересно, что Иисус не делал все за учеников. Он не закидывал сети, он ничего не говорил, он просто инструкции давал ученикам своим. Знаете, о чем мне это говорит? Может быть, кому-то будет полезно услышать там, по телевидению. Я думаю, это будет полезно. Иисус вовлекал своих учеников в чудо. Он всегда как бы делал свою часть и давал им, чтобы они тоже вовлекались в это чудо, чтобы они были участниками, не просто зрителями. Сегодня, к сожалению, служения церкви наполнены так, что, в свой адрес говорю, наверное, тоже, что один говорит, один молится, возлагает руки, движение происходит, люди падают там, чудеса происходят какие-то, да? Все остальные молятся или просто стоят, смотрят. Все, просто стоят, смотрят. Мы видим, что у Иисуса он всегда вовлекал, он всегда как бы делил, делил чудо. Давайте, отвалите камень, а я только скажу. И он сказал, Лазарь вышел вон. Вы закиньте сеть, вы сделайте это. Ведь если бы Иисус не сказал, они что, не кидали сеть? Знаете, что Петра вывело? Вот почему нам нужно жить в духе, жить по духу. Вот почему нам Иисуса нужно не душой понимать. Если ты будешь понимать Иисуса душой, молиться душой, любить его душой, однажды ты сломаешься, потому что ты его не поймешь. Кому-то кажется, что Иисуса легко понять. Бога легко понять. Однажды такие вопросы появятся. Бог, почему это? Бог, почему это? И у нас появится масса почему. Вот почему Иисус и сказал, что Отец, да, Бог Отец, Он ищет поклонников, которые поклоняются в духе и истине. В духе, не в душе. У человека есть глубоко дух. Душа это наш разум, она все анализирует. Она говорит и устанавливает пределы, границы. Вот это может произойти, а вот это не может произойти. Всегда, когда Иисус хотел делать чудо, душевные люди его останавливали. Вы думаете, мы не душевные, мы также остановим Иисуса, потому что мы те же Марфы и Марии, которые останавливали Иисуса и говорили, учитель уже смердит, ты что, он уже разложился, этот лазарь, наш брат, ладно, мы уже поплакали, уже все, уже не вернуть. И знаете, тут же его как бы осуждают, как бы не сказать, что обвиняют его, но как бы укоряют его. Говорят, вот если бы ты был, не умер бы наш брат. Так Иисус говорит, а в чем дело, я же пришел сюда. Да, ты пришел, надо было раньше Иисус, четыре дня. Смотрите, почему такие разговоры с Иисусом? Потому что душевные люди, потому что они не понимают, кто такой Иисус. Иногда мы верующие, 20 лет верующие, мы не понимаем, кто такой Иисус. И нам нужно заново уверовать в Иисуса. То есть, что значит заново? Освежиться. Знаете, вот такое вот сделать переосмысление. Всегда, знаете, легко привыкнуть к Иисусу, сделать его таким обыденным, суетным наш, просто помолиться так вот, зная, что все равно он не ответит. И вот на таком уровне верить в Иисуса. Нет, давайте мы его примем такой, какой он есть. А какой он есть? А нам нужно познать его, нам нужно послушание ему. И я говорю, что душа всегда будет восставать на чудеса, всегда будет восставать на инструкции, которые Дух Святой нам говорит. И мы видим Петра возмущенного. Он говорит, наставник, мы что, не ловили? Мы что, не делали это? Вот чего ты пришел под утро, и ты нам говоришь делать то, что мы и так все делали. Мы сотни раз эту сеть кидали. Понимаете, это душа, она возмущается, она спорит, она как бы не против Иисуса, но она не может до конца принять. И вот смотрите, что делает Петр. Он душу свою берет под контроль, знаете, усмиряет ее в порядок и в духе говорит, да, хорошо, наставник, я сделаю по слову твоему. Вот он, духовный человек. Вот, я сделаю по слову твоему. Душа всегда будет противиться слову, потому что слово такое может выйти, что оно не синхронизировано с нашей логикой. Вот почему нам логика иногда мешает даже. Она нужна в обычной жизни. Но когда ты с Духом Святым, твоя логика это ничто. И Петр закидывает сеть, он говорит, да, хорошо, наставник. И знаете, Петр сделал это, чтобы Иисус отвязался от него. Петр не знал, что произойдет. Он просто устал, он хотел спать, он хотел быстрее домой. Он просто кинул эту сеть, а вытащить ее не может. Думал, что такое, коряга, что ли? А там не то, что коряга. Там то, что никогда ни у одного рыбака в жизни такого не было. И знаете, что мы не просто читаем о Симоне. Я говорю, обращаюсь сегодня к нам. Бог хочет сделать сверхъестественный улов в нашей жизни. Он хочет сделать большое увеличение. Бог хочет сделать нереальное что-то в нашей жизни. Во-первых, его цель, чтобы ты его опознал через это. Потому что к Петру и к ученикам сразу пришло, знаете, вот это великолепие, страх Божий. Вот это ужас, так можно сказать, здесь написано. Что Петр и Симон пришел в ужас. Если мы привыкли, знаете, с Господом на ты. Вот всегда. И у нас ничего, как бы, на нас никак это не влияет. Мы не плачем в Божьем присутствии. У нас нет радости. Мы как бы ровно нам. Знаете, с Господом это как будто далекий какой-то такой Бог. Просто надо в Него верить и все. Нет. Должны быть чувства постоянно. И смотрите, как здесь написано. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. Вот все, что у тебя удерживает от успеха, это сделать вот это. А что это, знает только Господь. Вот ты в жизни, знаете, многие люди перепробовали все. Кто-то в финансовой сфере открывал бизнес, не идет. Открывал другой бизнес, не идет. Хочет открыть бизнес, хочет зарабатывать бизнес, не идет. И ты думаешь, какой мне секрет, знаете. И что еще действует на нервы? Что вот тот открыл, пошло. Вася открыл, у него выстрел. У него там фонтан денежный. Ты такой думаешь, почему? Они же такие простые люди. Не образование, никаких знаний. Просто есть желание и вера. Действие, да? И все. И ты такой, а я почему? Да я тоже сейчас смогу. И у тебя ничего, ничего, ничего. А тебе Иисус говорит, что без меня не можете делать ничего. Это отсюда и появилось это место. И он же был в лодке. Вот он и написал, без меня от Иисуса, да, не можете делать ничего. Ловили и не поймали. А с Иисусом поймали. Итак, сделав это, все, что тебе нужно для потрясающего действия в жизни, для потрясающего чуда, вот то, что ты хочешь, может быть, больше всего, дай Бог, чтобы это было хорошее, и для Царства Божьего, чтобы прославило имя Иисуса. И у тебя этого никак не получается. И все, что нужно, это вот сделать вот это. Вот это сделать. А это много? Нет, это немного. Но ты должен узнать, что это. Ты должен узнать, услышать от Господа, что это конкретно. Потому что ты же умный, правильно? Ты же всезнающий. Ты же столько насмотрелся всякого в Ютубе, столько начитался. Ты все знаешь. Ты у Господа даже не спрашиваешь. Ты сам делаешь. И справа кину, и слева кину, назад буду кидать. Закрытыми глазами буду кидать, чтобы только поймать. И все ноль, и все ноль, и все ноль. И ты видишь, что ты такой талантливый, такой успешный, и все, у тебя ничего не получается, чтобы ты признал нужду в Иисусе. Вот знаешь, почему у него получается, а у тебя не получается? Он будет жить без Бога. У него без Бога. Он выбрал такой путь. У тебя не будет. Ты призван. И тебя не будет специально получаться, потому что Иисус не хочет, чтобы у тебя получилось без Него. Иначе ты вообще станешь самостоятельным. Тебе Бог не нужен будет тысячу лет. Ты сам научишься ловить. У тебя свой сверхъестественный будет улов. Ты далеко отойдешь от Бога и не вернешься к Нему. Давайте мы прочитаем еще одну историю. Это про десять прокаженных. Мы как бы скомбинируем эти две истории. Луки 17 глава с 11 стиха. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас, увидев он их, он сказал им, пойдите покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Важно получить инструкции от Бога в свою жизнь. Встань, иди. Вы знаете, что в таком же направлении Бог говорил, да будет свет, появится светило, сотворим человека. И вот здесь то же самое, говорится, встань, иди. Это тоже слово творение. И тебе его нужно услышать. Представь, ты от Бога получаешь чудо, довольствуешься этим чудом и забываешь про него. Во имя Иисуса Христа. Я сейчас хочу пророчествовать в жизни каждого, кто здесь и в жизни телезрителей. Во имя Иисуса Христа. Боже, пусть придет Твое благословение в жизнь каждого, кто сейчас здесь находится. В жизнь нашего окружения, наших родственников, соседей. Пусть придет благословение. Пусть придут чудеса. Пусть они увидят Твою реальность. Господь, пусть в жизни многих верующих придет свежесть, обновление. Пусть каждый из нас познает Тебя намного больше и глубже. Боже, я прошу, пусть приходит сверхъестественный улов. Я знаю, Боже, есть люди, которые хотят этого. Они нуждаются в этом. Пусть придет это чудо. Пусть в служении будет сверхъестественный улов. Боже, во имя Иисуса Христа. Дух Святой, я прошу, помоги нам выиграть битву. Когда будут нам четкие инструкции сказаны, чтобы мы могли послушаться. Чтобы мы могли смириться. Чтобы мы не ставили свой разум на пьедестал. Чтобы мы могли смириться с Твоим Словом. Боже, я благословляю сейчас каждого телезрителя. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь сейчас за людей, у которых проблема со здоровьем. Пусть приходит Твое исцеление. Пусть Твоя сила прямо сейчас выходит. И идет туда, направляется через телеэкраны. Касается людей. Дух Святой, Ты не ограничен. Боже, пусть приходит финансовый успех в жизни многих людей. Пусть приходит прорыв в жизни многих служителей. В жизни многих верующих, пасторов. Господь, я прошу, пусть приходит свежесть. Во имя Иисуса Христа благословляю весь Новый 18-й год. Во имя Иисуса Христа пусть мы будем видеть небеса открытыми. Пусть мы будем видеть служение ангелов. Пусть, Господь, у нас будет с ними сотрудничество. Пусть мы будем научиться давать им задания. Господь, во имя Иисуса, Дух Святой, мы молимся и просим Тебя, двигайся в нас. Господь, приводи нас к Иисусу. Пусть будет служение наполнено сверхъестественными сюрпризами. Пусть каждое собрание будет неожиданным. И пусть оно будет просто, Господь, пусть проявлена от вас слава будет на каждом собрании по имя Иисуса Христа. И я прошу тебя, Дух Святой, мы отдаем свои жизни для того, чтобы Иисус прославился. Мы посвящаем свои жизни, чтобы многие еще люди спаслись и пришли на небеса, поверили в Иисуса, приняли свое спасение. И чтобы они имели жизнь вечную. Дорогие друзья, те, кто смотрят, если вы находитесь там, мы приглашаем вас на наше собрание. Приходите, присоединяйтесь, разделяйте с нами Слово Божье, общение. Как я уже сказал, что настоящий верующий, это тот, кто имеет Бога внутри себя, тот, кто верит в Бога, и тот, кто имеет братьев и сестер. Аминь. Будьте благословенны. С новым наступающим 2018 годом. Аминь.